Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера на бирже произошло очень интересное событие. Я вам сейчас расскажу. Вот вы увидите, какова цена ошибок или находок, которые случаются на бирже. Посмотрите, я рассказывал про то, что по стратегии Wall Street была рекомендация купить акции Micron Technology Incorporated. И я их купил. Я их купил вот здесь, видите, желтая линия. Вот. И я думаю, дай на всякий случай поставлю стоп-лимит. И я его поставил вот здесь, вот видите, вот красная кнопочка, вот он сработал, красная звездочка вниз. У меня сработал стоп-лимит, потому что, ну, я зафиксировал убыток здесь. А, желтый цвет. Да, я его купил дороже. Вот, убыток был больше немножечко. Вот. Что случилось? Дело в том, что Санкт-Петербургская биржа, она, Санкт-Петербургская площадка, она очень хороша. Да, она позволяет покупать акции американских компаний или крупных европейских компаний, крупнейших там до 500 инструментов, которые есть на выбор. Комиссии там минимальные какие-то, очень небольшие. Было 0,03 процента от суммы сделки. Сейчас, с этого года они немножечко повысили или с февраля. Вот. Но, тем не менее, комиссии очень-очень приемлемые. Это даже выгоднее, чем на американские биржи. Но, очень низкая ликвидность. К чему это приводит? Посмотрите, вот сейчас вы видите график. Десятиминутный я вывел. Значит, вот одна свеча, это, если кто не понимает, это поведение акции за одну минуту, за вот, за эти 10 минут. Ну, то есть, в начале периода была вот такая цена, потом вырастала досюда, падала досюда, и, значит, в конце периода вот она такая цена была. Вот. Итак, смотрим, что же произошло в пятницу вот здесь вот в 12 часов. Ну, я вам скажу, точно в 12 часов 58 минут это произошло. Я просто посмотрел по хронологии, потом с меньшим таймфреймом. Это произошло в течение одной минуты. Там буквально одна заявочка кем-то была выставлена. Судя по всему, эта заявочка была выставлена на продажу много-много акций по рыночной цене. То есть, там есть такая галочка по рыночной цене. Сейчас я вам объясню, что это такое. Посмотрите. Это цена акций. Вот она здесь колеблется как-то. Посмотрите, куда уходит вот эта палочка. Какова же минимальная цена этой акции? Посмотрите, мы все опускаемся, а она не кончается. Она не кончается, не кончается, не кончается и заканчивается она где? На нуле. Ноль. Минимальная цена акций ноль. То есть, кто-то поставил, судя по всему, заявку стоп-лимит, может быть, продажа и продал огромное количество акций по рыночной цене. А так как на Санкт-Петербургской бирже ликвидность ограничена, то есть, не было, он скупил все, что было в стакане. В этой заявке было куплено 1468 акций. Вот здесь вот за один момент. То есть, это весь объем стакана был выкуплен. Вот такие штуки иногда происходят. То есть, кто-то часть акций продал буквально за пару центов. А кто-то, кто поставил соответствующие заявки, так сказать, там на покупку, например, take profit, очень даже здорово выиграл. Потому что он смог, не знаю как даже. Ну, короче говоря, кто-то, кто хотел купить акции очень дешево, он их купил. Потому что можно было купить акции буквально за один цент. Вот так бывает. Вот. Как это случилось, я не знаю. Но это происходит крайне редко. На низколиквидном рынке. Что такое низколиквидный рынок? Когда нет, не так много покупателей и продавцов. Это у нас еще случаются такие выплюхи. То есть, такое возможно на бирже, на российской, потому что, ну, не так много еще, не так она популярна. Вот. Особенно это происходит регулярно на опционах. То есть, за буквально там в течение дня мне даже удавалось сделать 100%. Но при этом надо отдать должное, что объемы при этом небольшие. То есть, если у вас миллион, например, рублей, вряд ли у вас удастся из миллиона 2 сделать. Ну, а если у вас там, например, там 20 или там 50 долларов, то запросто можно вот так сыграть. Иногда везет. Вот. То есть, из 50 долларов, например, сделать 100. Ну, для этого надо очень долго ждать вот такую заявку случайную. Хватит у вас терпения или нет, я не знаю. Вот. Ну, все, что я хотел сказать на самом деле. То есть, вот такое случается. Вот оно, вот, посмотрите. Самая высокая цена была 41.90, самая низкая low. Видите, 0 долларов. Вот так случается в жизни на бирже. И это абсолютно реальные деньги. Вот. Ну, моя стоп-заявка тоже сработала. Я понес небольшие уходки там, сколько там. Ну, у меня было 30 акций. Ну, возможно, я потерял там 30. Я думаю, что меньше. Ну, 15 долларов, наверное, я потерял. Вот. Ну, я снова восстановил эту заявку, потому что, ну, так бывает. Вот. Так бывает. И, соответственно, у меня остается позиция в микроне. Сейчас я поставил там take profit на покупку, одну акцию. На всякий случай, если такое же произойдет дальше, то, в общем-то сказать, она сработает. Ну, вот так. Оставайтесь на моем канале. Будет много интересного. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий.